Мир вам, дорогие братья и сестры! И желание моего сердца нам вместе прославить Господа! Слава Иисусу Христа! Для меня большая честь быть вместе с вами. И также большая честь, чтобы брат так меня переводил. Что ты не переводил? Да, это значит, керпаза и он должен быть керпазать. Слава за все нашему Господу! Да, это значит, я так сказал, что это значит. Давид, когда говорил такие слова... Деви, это значит, керпаза, я думаю, что это не такое. Мир бабе и ехпаза, мир бэр, мир бэр, амболч, Сенгэй, мир бэр, я керектованный, оцеховый, ауак ехпаза, Но я нечего не понял. Давид говорил такие слова. К святым и к дивным, которые на земле. К ним все желание мое. И очень хорошо, когда в наших сердцах постоянно есть такое желание. Быть вместе с братьями и сестрами. Почему такое желание очень важное? Апостол Иоанн писал такие слова. Что если мы ходим в асвете, как он в асвете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда нас очищает кровь Христа? Когда мы ходим в асвете, и когда имеем общение друг с другом. Поэтому нужно всегда ходить во свете. И как можно больше иметь общение друг с другом. Да, благословит нас Господь. Я хочу делиться с словом Божьим. И буду читать первое место. Иисус Паслание Апостола Павла Коринфянам. 6 глава, стихи 19 и 20. 6 глава, стихи 19 и 20. Не знаете ли, что тела ваших суть храм живущего вас, святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогую ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Арачи, коронтации, 27 глава, стихи 19 и 20. Кам течи гитек, что мальминеры сухопогута чарен, что дзезанумен, что нырянь азпатцанинец унек и в дзеречек, что в мельц гнок гнвецак. Устей ппараворецек ассунь дзер мармонум и в дзерокум, что ассунь нет. Следующий место это 3 глава, 1 Коринфянам. 16 стихи. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет вас? Вы не знаете, что вы ассуатачаль, и вы ассо-хо-хим бнатвы, и дзер меж. Я хочу обратить наше внимание, что мы стали собственной Божьей, Христос за нас заплатил высокую цену. И Слово Божье говорит через Апостола Павла, Вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Мысль, которую Бог послал мне в сердце, я хочу поделиться с вами. На словах мы говорим, что мы не свои. Но мне кажется, на деле или в практике зачастую мы остаемся быть своими. И вот я сам себе задал такой вопрос. Положаю руку на сердце. Ирочи, я речев к Ангназу. Все таки. Я Христос или я свой? Что значит быть Христовым? И что значит быть своим? Христовым – это жить для Христа. А своим – жить для себя. И вот в это короткое время пусть Бог поможет каждому из нас. Чтобы Божий свет проник в наше сердце. Совесть нам положить на Божьи весы. И в конце проповедей, когда мы будем малиться. И в конце проповедей, когда мы будем малиться. Проверить себя. Я свой или я Христос. Я с вами говорю, что я Христос. Для кого я больше живу. Кому я больше уделяю внимания. Или телу своему, плоти своей. Божь не против, чтобы мы заботились о плоти своей. Но можно и плоти своей, и телом своим принадлежать Христу. Я говорю, что мы должны быть в телах ваших, и в душах ваших. Кто такие Христос? Песлание апостола Павла Галатам. 5 глава, 22-23 стихи. Извиняюсь, 24 стихи. 24 стихи. Но те, которые Христофы распяли плоть со страстями и похотями. 5 глава, 24 стихи. Христофы или не Христофы. Христофы. Христофы и не Христофы. Свои или Христофы. Христофы распяли плоть со страстями и похотями. Христофы. 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 Я со своей плотью не панькаюсь. Брошу я на диван, и пусть себе валяет. А те, которые Христовы, они распили плоть со страстями и похотями. Скажите, это важно или нет? Если мы куплены дорогой ценой, если Христов за нас платил высокую цену, если мы куда-то вложили свои деньги, если мы куда-то вложили свои здоровья, нам хочется, чтобы оно дозволяло нам радости пользу. Христос в нас вложил всю свою жизнь. Заплатил за нас до последней капли крови. И все это для того, чтобы мы были не свои, а были Христос. Человек создан по образу и подобию Божию. Создан как разумная тварь Божия, Божия творение. И одно из больших отличий от всего Божия творения, что мы имеем волю, что мы имеем право выбора. Мы имеем право выбора. Последнее слово остается всегда за нами. Божия нас ведет к спасению. Божия нас ведет к покаянию. Божия обстоятельства в нашу жизнь посылает. Но какой выбор сделаем мы? Божия нас ведет к нам право решать. Но часто мы неправильно пользуемся этим правом. Потому что дав нам волю или право выбора, Божия нас ведет к нам право решать. Божия нас ведет к нам право решать. Как мы пользуемся той волей, которую Бог дал нам? Мы не знаем, что мы используем этот право решать, что мы не верим. И заметить, есть один грех, на который может быть мы мало обращаем внимание. И это другое, что мы можем обращать внимание. И этот грех называется своеволение. И этот грех называется своеволение. Мир, в котором мы живем, он насаждает дьявольскую природу, можно сказать. Ты личность. Ты индивидуал, у тебя есть право. Ты не такой, как все. И ты должен это всем показать. Это гордость. И ты должен показать, что ты не такой, как все. Папа одному сыну говорит, сядь. Он говорит, я хочу стоять. Папа приказывает, сядь, я тебя прошу. А он продолжает стоять. Папа его посадил силой. Он говорит, а в сердце я все равно стою. Папа, когда мы имеем, когда мы имеем волю или право выбора. И мы, когда мы имеем, когда мы имеем волю, мы имеем волю, мы имеем волю, и право выбора. С одной стороны, мы думаем, ну, если бы я был ангелом, не было бы хорошо. А я думаю, слава тебе, Господи, Штаяни, ангел. Знаете, почему? У ангелов был один шанс проявить свою волю. И этот шанс определил всю их вечность. Когда Бог создал всех ангелов, и создал их через Сына Своего, Иисусу. И Бог дал заповедь всем ангелам. Он есть Сын, а Бог и его творение. В знак того, что Он вас творил, вы должны ему поклониться. У них был выбор. У них была воля. Они могли бы не поклониться Бога. Они могли бы не поклониться Бога. И Писание об этом говорит. И он говорит, что Сыну Божьему покорились или поклонились и ангелы, и власть, и силы. Но не все поклонились. Нашелся тот, который был Деница Сын-Зарь. И сказал, что Я поставлю престол свой выше звезд. И я, что я хочу, чтобы я умер сону, и 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 умер сону. И будет подобен всевышь. И умер сону. И умер сону. Бог ему дал право. И умер сону. Сделать выбор. И умер сону. И он им воспользовал себя. И как закончился выбор. И умер сону, не сохранившись своего достоинства. Христос говорит, я видел Сатану с падшего с неба, как молния. И Бог сковал их узами ацкого мрака. Больше шанса на выбор у них нет. Был один шанс сделать выбор. И этот шанс определил их вечность. Те, которые имели волю и право выбора. Свою волю подчинили Божьей воле. Они пребывают у престола Божьего, поклоняются ему, и они постоянно вызывают свят, свят Господь Божьего. А те, которые проявили грех своеволе. Как захочу, так и поступлю. Зачем я буду поклоняться Божьему сыну? У меня тоже есть слава, есть величие. Я не знаю, почему я хуже не его. Я не знаю, почему я не знаю. Я не знаю, почему я не знаю. И говорит, Слово Божье, что озеро огненное приготовлено для дьявола и ангелов его. Поэтому я думаю, слава Тебе, Господи, что я не ангел. Потому что, когда мы проявляем грех своеволе, у нас есть возможность покаяться. И это проявляется на всех уровнях. Отношения мужа и жены. Слово Божье говорит, что жены должны повиноваться своими мужами. А жена говорит или думает, что я не хочу тебе повиноваться. Я слышал такой пример. Когда молодые люди поженились. И начали притираться друг к другу. И муж говорит, что жена. Запомни, если я прихожу домой. И у меня козырек не так, а в сторону. Значит, у меня плохое настроение. Я говорю, что я не хочу, что я не хочу, чтобы меня не трогать. А жена говорит, что хорошо. Но слушай меня. И если ты заходишь с таким козырьком. И если ты думаешь, что ты думаешь, что ты не трогаешь, что ты не трогаешь. А у меня вот так руки. Говорит, мне все равно, куда твой козырек. Ну, мы люди. И мы можем улыбнуться или засмейаться. И успокаиваем себя. И мы, мы, что-то с ним. Я имею право. Я имею право. Он же не право. Как хочу, так и буду поступать. Отношения детей и родителей. Отношения служителей и церкви. Я только начинал ходить на молодежное служение. И у нас брат служитель проводил беседу с молодежью. И помню говорить такие слова. Бог открыл, что скоро придет такое время. Когда молодежь будет непокорна служителям. У меня волос дыбом стал. Я думаю, неужели это может быть? Как это можно быть непослушным служителям? А сейчас это время пришло. Брат служитель делает замечание. И в ответ 50 или 100 вопросов. А где это написано? Это вы себе придумали. А другим можно, а нам нельзя. Мы можем найти сотни оправданий. Вопрос, почему? Потому что у нас есть воля. У нас есть выбор. И все это говорит, что мы не Христовы, а мы свои. Христос сказал, приходите ко мне и научитесь от меня. Как поступал Христос? И за то, что он смирил себя, свою волю подчинил воле Ацасов. За это и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Много раз Бог говорил такие слова. Славы моей не дам никому. И создается такое впечатление. Что как будто бы Бог, ну, жадный такой. Никому не дам славы. Но это не так. Есть местописание. Когда Бог начал открываться Самуилу. И там сказаны очень хорошие слова. Когда Бог говорил, что илли, что он не так поступает. И, когда он смирил себя. Имея волю и право. Он не так поступает. Даже везде на Голгофском кресте. Когда его Сатана искушал через сотника. Если ты Христос, сойди со Креста. И мы веруем в тебя. Если ты Христос не захочешь ищи. И мы верим в тебя. Можно было бы подумать, какая евангелизация. Если бы сошел Иисус Христос. Увидели бы славу Божию. И имя Божия прославил. И Христос говорит, я мог бы это сделать. Он имел власть и право. Говорит, я могу умолить, а царь. И он пошлет больше, чем 12 легионов ангелов. Он сказал, я иду исполнить волю твою. Поэтому, если мы свои. Мы говорим, я так хочу. Мне так нравится. Я так буду поступать. А если мы Христос. То, те, которые Христос. Наранку, когда Христос. Они распили плоти со страстями и пахатами. У нас очень много разных желаний. И у нас есть возможность. Эти желания выполнять. Но Бог этим самым проверяет нас. Имея волю и право выбора. Мы можем исполнять свои желания. И этим будем грешить. Имея волю и право выбора. И тогда Бог говорит, таким славы моей не дам. Но, имея на все право. Апостол Павел говорит, все мне позволительно. Но не все полезно. Не все назидает. Ничто не должно обладать мною. И мы смиряем свою плоти со страстями и пахатами. Мы распинаем нашу плоти. Мы понимаем. Христос заплатил за нас высокую цену. Христос. Он имеет на нас высокий план. И имеет высокую цель. Один брат приехал с Америки. И рассказывал о своем сыне. Говорит, пошел первый раз в первый класс. Посмотрел на мальчиков, которые пришли. Пришел домой со школы. Намочил голову свою. И сделал себе такую прическу. Он говорит, сынок, ты ничего не понял. Говорит, эта прическа, она мешает моему плану. Ты мой сын. У меня есть на тебя план. Я миссионер. Я хочу, чтобы и ты был миссионером. А с такой прической ты не будешь миссионером. Поэтому, сынок, поменяй ее назад. Я хочу, чтобы ты исполнил мой план. Христос заплатил за нас цену. Хочет, чтобы мы были его. И имея право выбора. Бог смотрит на нас. И говорит, вы теперь не свои. Вы куплены дорогою ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Как прославить Господа. Очень яркий пример Есфири, когда Артаксеркс решил выбрать себе жену, выбрали всех красивых девушек, в течение года им дали время готовиться, и потом пришло время, когда они приходили и встречались с царем. И вот примерно каждая думала так. Если я одену, ну вот, такое платье, как мне нравится, то, что я не могу, чтобы я не могу, украшусь такими украшениями, которые мне нравится, надушусь такими духами, которые мне нравится, он посмотрит на меня, сознание потеряет. И вот приходят они к царю, он смотрит не его вкус, не его цвет, не его запах. Почему Есфири победила? Потому что Гигай ей подсказал, он был всегда с царем. И он сказал, Есфир, я не знаю, какой тебе нравится цвет. Но царю нравится такой. Я не знаю, тебе нравится золот, там, серебро или жемчь. Но царю больше вот это нравится. Но царю такой запах нравится. И вот она просто послушалась Гигайя. Она имела право выбора. Но свою волю подчинила в подсказку Гигайя. И вот заходи к царю, цвет платья, который по вкусу царя, украшения по вкусу царя, запах по вкусу царя, и стала невестою и женою царя. Это образ для нас. Мы свои или мы Христос? Мы имеем право выбора. И смотрим, как мы воспользуемся. И еще много можно было бы говорить. Но уже пришел брат Сергей. А он есть мой начальник. Поэтому надо сокращать. Читаю последнее место Писания. Галатам послание 2 глава 20 стих. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Живет Христос во мне или нет? Давайте каждый посмотрим на себя. Я свой или я Христос? И слава Богу, что мы не ангелы. У нас есть время, покаяться. Помолиться пред Господом. И имея волю и право выбора. Сказать Господь. С сегодняшнего дня. Я свою волю хочу полностью подчинить тебе. Я хочу, давайте об этом помолимся Господом. Я хочу, давайте об этом помолимся. Как я хочу плакать. Продолжение следует...